Музыка Даутская магия Слово магия уже настолько, честно говоря, поистасканное везде и всюду И изнасилованное, и пользованное, и перепользованное всем и всем Поэтому давайте немножко поговорим вообще, что такое вообще магия в принципе И что такое даосская магия Даосизм, помимо, так сказать, своей теологической структуры Известен больше всего как даосская алхимия Здесь, так сказать, мнения всегда расходятся Потому что информации об этом у большинства людей очень мало Что такое магия? Магия, скажем, ци По-русски это ци В Шанхае говорят чи Чи конг, ци гун по-русски Это та самая энергия, невидимая энергия Которая пронизывает нас секторская Которую мы получаем из космоса Это называют научным словом электромагнитные поля Китайцы сами не объясняют, что это такое Это просто говорят энергия, которая идет Вот она в крови, у нас есть кровь, которая видимая вещь И ци невидимая Все слагается из двух вещей И няняй, вот это тот самый банальный значок Видимая, невидимая Тело видимое, дух невидимый Мир наполнен вот этой энергией ци Которая везде Которая приходит к нам из космоса И которая практически создает вот эту гармонию нашего существования Между физическим телом и телом духовным Магия, скорее всего, это, как я пытаюсь объяснить Это закодированная какая-то информация Вот эта вот ци, которая идет, вот эта энергия Эта энергия может быть сконцентрирована И вот когда человек может сконцентрировать эту энергию ци Ей можно манипулировать Человечек, маленький человечек с кровью С маленьким элементом ци Каким образом привязать себя Вот к этому огромному источнику ци Вот в этом, так сказать, и вопрос Вот в этом, так сказать, и проблема В чем вообще наша проблема Почему нам нужна магия Почему, так сказать, мы должны каким-то образом связаться с этим Потому что тогда два куска энергии, они разделены Пока мы дышим Пока мы дышим воздухом, кушаем Существуем, мы вдыхаем кусок ци Явно он у нас есть Мы можем, так сказать, его или развить Или оставить как есть Неразвитым, вот таким То есть достаточно, чтобы жить, существовать И как-то функционировать Функционировать Вот В то же время Есть и существует Этот огромный источник ци Значит Надо каким-то образом Связать вот наш Микромирок Который мы есть С макромирком С большим миром ци Вот в этом, так сказать, самая большая задача Теста Подаводским дисциплинам Проблема, в общем, простая Каким-то образом провести ниточку Вот этот канал Между мной, человечком И вот этим источником Если вы провели эту линию Вот тут уже и начинается магия Вот это и есть Потому что очень часто говорят А что такое магия? А где это? А что это? И опять по-человечески Как вы уже, наверное, знаете Никто объяснить это не может Ни на каком языке Ну, надо сказать, что, например, сейчас Общаясь со мной Вы уже на пути к этой линии Так сказать, эта линия какая-то уже есть Вот Потому что вот эта ци Которая, например Без лишней скромности скажу Я где-то каким-то образом выделяю Она коснулась вас Она облекла вас К сожалению, магией нельзя заниматься по книжкам Это как изучать хирургию по книгам А потом оперировать Это должно передаваться учителям Потому что ци учителя переходят Ци инструктора Будем говорить так Учитель звучит очень, да Пышно Ци инструктора или учителя Переходят на диаграмму Она переходит на ученика Переходят на слушателя Всегда Это всегда личный контакт какой-то Чем бы то вы не хотели заниматься Какими бы то вещами Постарайтесь найти личный контакт Потому что без этого личного контакта Это может обернуться довольно худо Почему я положил столько энергии На создание, например, своего храма И на легализацию его На лыночь Потому что очень важно Откуда источник идет Так сказать А ты кто такой вообще В принципе Уже скверно, что ты и белый человек Никакого отношения вроде бы не имеешь Ни к чему Как это все возможно Каким образом все это Поэтому важно Кто мой мастер Откуда идет его Он известный Люангтай известнейший мастер Семья известнейшая Не какая-то маленькая семейная Какая-то лавочка Где кто-то чем-то занимается Почему столько слов об этом Это слишком много предупреждений Потому что вещи эти опасные Серьезные И не дай его попасться В руки шарлатана С магией вообще Все магические процедуры Будем называть так Все магические ритуалы Все магические течения Построены только на одном На ци мастера Все Человек должен передать вам знания Его ци входит в вас Через диаграммы Через печати Через слова Через практики И тогда это работает Не дай бог делать что-то по книгам То есть вы конечно свободные люди Можете делать все что хотите Но я бы не рекомендовал заниматься Именно этими вещами по книгу И так надо каким-то образом Вот тут-то и начинается магия Каким-то образом создать Вот этот контакт С этим огромным источником энергии Сделать вот такую трубочку Чтобы перетекать Вытягивать это Как вампиры Сосать эту энергию оттуда Из огромного неиссякаемого источника К сожалению большинство людей Этого делать не могут Поэтому получается Разорванность Между микромиром И макромиром Вот тут начинается Так называемые болезни Неудачи Депрессии Конфюжен и так далее Потому что получается Вот эта вот разорванность А если происходит разорванность То тогда маленький человек В этом мире не видит реальность Какая она есть Не видя реальности Человек с завязанными глазами Идет по лесу Конечно сломает ногу Каким же образом Связать себя В первую очередь понять Что нам нужно связать себя С этим источником энергии Это первое Первая задача Так сказать Задача максимум План максимум Нам нужен этот источник Нам нужен источник энергии Который бы питал нас Этот неиссякаемый источник Который бы шел оттуда И входил В маленького человечка Каким образом найти это Потом Мы хотим как-то функционировать С этой энергией Нам нужен посредник Вот посредник Это тот самый Так сказать В даосизме Посредник Это мастер В данном случае Это я Или это изображение Духов Богов Вот наш посредник Коммуникация с духами Может происходить Через образ этого духа Это дух-защитник У него и топор И меч Это один из тех немногих Духов Который мы знаем Откуда он пришел У него внутри была дверца Это называется Дверца желания В этой дверце желания Было написано Откуда он Кто он И кто ему поклонялся Посредник может быть Из дерева Из клея Лепится из глины Или рисуется На рисунке Вот в этот образ Должен войти дух Каким образом призывается дух? Есть определенные диаграммы Которые принадлежат только этому духу Есть процесс сжигания диаграмм Приглашается дух И тогда Мастер делает себе маленький укол И кровью рисуются глаза У всех духов У которых открыты глаза Вы увидите Немножко крапинки красного После этого К духу приходишь И так сказать Начинается коммуникация С этим духом Вот как Начинается Это идея даотской магии Алхимии Или через ци мастера Или через посредника духа Как такового Дух тебе просто так Не будет помогать Никто не придет и будет помогать Ты заключаешь Какой-то Своего рода Например Сделку С духом Хорошо Сделка А что ты можешь дать духу? И тогда Дух какой-то приходит Вот в форме Напои меня Например Энергия Например Деньги Вот мы говорим сейчас Деньги это энергия Сожги там Не знаю 10 рублей И напои меня Этой энергией Сожженной энергией Что такое Опять Маркс был прав Это так сказать Это время и труд Наши затраченные Вот что такое Деньги То есть наша ци Наша ци В деньгах Почему ци не дать деньги В общем-то Это наша ци Так дух Хорошо Вот поклонись Мне сожги Почему поклоняюсь духом И тогда Мы заключаем Своего рода Сделку Ты меня напаиваешь Энергию Пришать через Этого измерения Я помогаю тебе С того измерения Китайцы Очень прагматичный Народ Даоссы вернее И в даосизме И магия Сама так сказать И сама идея магии Очень прагматична Тоже Я должен получить ответ Короче говоря Если по какой-то причине Духу не нравится Это место Или он не функционирует Пожертвовали Не надо Пожертвовали Не знаю Тремесячные зарплаты Или еще что-то И еще этого нет Тогда человек идет К мастеру И жалуется Тогда мастер идет К духу И говорит Ну что ж такое Янг-дю пришел к тебе И пожертвовал тебе Тремесячную зарплату Жег денежку Ничего не срабатывает Или каким-то образом Приходит ответ Почему Очень часто приходит ответ Говорит А ему это не надо Потому 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 И через три месяца Он поймет Такой ответ Та мастер приходит И говорит Слушай Тебе это не надо Ну как же Ты можешь сказать Поистратился Как говорил тот самый человек Ну поистратился Вот ничего Зато понял Что через три месяца Ты увидишь Проходит три месяца И человек с великой благодарностью Идет опять к духу Опять и говорит Спасибо Что Что это не дал мне Вот такие вещи тоже случаются Очень часто Ну а получается оказия Просто никого ответа нет Ничего нет Просто да Вроде ничего и нету Как будто бы Вот тогда начинается бить ее духа Тогда начинается Да Ее вытягивает И говорит Ты чего это вообще Поистратились А ты не функционируешь Да И начинает Так сказать Справа просто оставляет На солнышке обычно Так сказать Вот пожайся В храмах все-таки Там довольно прохладно Вот вытягивает И вот ставит На солнышко Так сказать Да Все ходят Смотрят И говорят Смотри Что-то не срабатывает Опять же Поистратились Недельку там Вторую Ничего нет Потом начинает Колотить То есть У каждого Так сказать Духа У каждого Своя функция Так сказать Мастер должен знать функцию духов И направлять И вот так сказать Формула Которая идет Звучит По-китайски По-русски По-английски То же самое Сцы моего мастера Великий дух Помоги мне Вот эта формула Такая На любом языке Звучит то же самое Уже должен быть Какой-то проводник Опять Должен быть проводник Какой-то энергии Тоже здесь Вот Это намного более эффективно Обычно Все это очень срабатывает Четко Каким образом Отвечаю на вопрос Каким образом Информация приходит И каким образом Вы получаете ответ Вот это Туманное слово Телепатия Это Что? Я говорю Просто как может Так и приходит Ну Это скорее всего Вот это Телепатически Вот можно сказать Вот вы чувствуете Ответы И очень четко Кстати сказать Вот это Вот так или не так Все что делается В доосизме В классическом В эзотерическом Вот так сейчас Мы общаемся Это все должно иметь Практический результат Если вы что-то делаете Вы должны иметь Практический результат Каким-то образом Обычно меня спрашивают Так сказать Ученики Что за практический результат Каким образом Вы это почувствуете И весьма конкретной форме Вот что Вот так сказать Вот это основные Магические такие каналы Как связаться С высшей энергией Вот эта ци Она притягивается В определенные Знаки Значки Диаграммы Рисунки Так называемые И Каждый Вот этот Узор Этого рисунка Может провести Определенную функцию Здесь классика идет Сейчас появится Какой-то далский алхимик Он скажет А Ну хорошо Это не совсем Конечно так Это вот так Вот это так Можно изменить Переменить Какие-то вариации Ну В принципе Это классика Вот одна из них Вот здесь Схвачено Ци Каким образом Ци схвачено Здесь Ну Во-первых Это все досталось Мне от мастера Так сказать Передается от мастер К мастеру Это приходит В медитационной Ситуации Когда Появляется Дух И говорит Делай это Рисуй это Поэтому очень часто Например Медитация Проходит С листком бумаги И Пастельными Красками Вы можете рисовать Цвета И узоры Из этих узоров Сочтется Ваша Персональная Диаграмма Например Которая будет Вас каким-то образом Охранять Каждая диаграмма Имеет Очень четкую Практическую Направленность Скорее всего В медитационных Техниках Которые Вы можете Развить К вам будут Приходить Какие-то духи Дружески настроенные И давать вам Например Какие-то Диаграммы После этого Эта диаграмма Сжигается Или разрывается И таким образом Информация Идет туда Опять наверх Каким образом Мы узнаем Кто пришел Если то Что он вам Посоветовал Сработает Для вас Положительно Это Хороший парень Пришел Отрицательный Они Нас с ним Общаться В следующий раз Сказать Знаю А если Он скижал Уже не будет Ну почему Они приходят Очень часто По мелочам Если дух Пришел Сказал Убейте Этого человека Не надо Этого делать Я бы не советовал Посадить Могу Это все Узнается Все эмпирически Очень-очень Довольно Просто Сделано Если срабатывает 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 Не срабатывает Я согласен С этим Надо быть Очень осторожно Все правильно Короче Лучше всего Передачи Которые идут От мастера Уже Хорошие диаграммы Четкие Уже ясные Все это Все выверено Тысячелетиями Вот пришел Вот делай Вот так Каждый мастер Может добавить Какие-то вещи В диаграммных вещах У них есть Какие-то Определенные Элементы Которые Повторяются Ци Которые Идет Оно Хватается В круговые Вещи Потому что Сохватывается Она идет По линиям Так сказать Стекает Куда-то И идет В квадратах В принципе Так сказать Любые диаграммы Ну как где-то Можете увидеть Какие там Книги Не знаю Кого-то Где-то И сдойдет Чтобы просто У вас была Какая-то Идея Этого Вот это Основные вещи Круги Может быть Незаконченные Так сказать Как в диаграмме Тай-джи Что не сделаны Может быть Три граммы Какие-то Что тоже Сочетание Информации Куда-то Идет Когда идет Кисть Очень важно Не прервать Так сказать Ее в ненужный Момент Там прервется Течение Ци Тогда диаграмма Теряет свою Эффективность То есть Что такое Опять же Диаграмма Что такое Амулет Амулет Диаграмма Это Информация Которая Схвачена Или в Куске металла Или запечатлено На клинке Меча Или на бумаге И человек Сворачивает И таскает В маленьком мешочке Она излучает Вот такую Защитную вещь Уважаемая А как Практически Проверить Диаграммы Отличный вопрос То же самое Как проверяются Все Не только Диаграммы Мы сделаем Какие-то упражнения И в этих упражнениях Вы получите ответ Он придет Опять это звучит Изысканно Телепатически Но он придет Этот ответ В виде ответа Просто придет Вы получите ответ Вот и все Он будет У вас будет Этот ответ Вот То есть он будет Довольно четкий У вас займет какое-то время День-два Но довольно быстро Все произойдет Правильно я понял Иероглифы несут Себе какую-то Энергию Да Ну в какой-то степени Да Она ведет себя Какую-то закодированную Информацию Будем говорить так Каждая диаграмма Делает определенные вещи Например Вот эта диаграмма Так сказать Предохраняет вас От От Скверных духов Например В доме В какой-то Определенной территории Другая диаграмма Делает примерно То же самое Это Предохраняя Ваше тело От внедрения Злых духов А что они должны Я что-то с ними Должен делать Или Вы просто У меня В данном случае Так сказать Если Мастер ставит Свои печати Самые знаменитые Печати То есть С этого мастера Идет диаграмму И она Какое-то Определенное время Работает Определенное время Определенное время Потому что Диаграмма Впитывает себя Си Впитывает Впитывает Все отцы Потом потихоньку Эта цепь исчезает Оно и навсегда Вот почему Амулеты должны Меняться Это опасные штуки С ними Надо быть очень осторожны А что может Произойти Это энергетический Заряд Вот что происходит Энергетический Заряд Висит у вас Так сказать В комнате Настроенный Только на Какое-то Определенное действие В этом же В этой же территории Происходит Масса других действий Каким-то все это должно быть гармонически сбалансировано Понимаете Когда вот эта гармония нарушена Может произойти что-то не очень хорошее Определенная сила Там заряд какой-то есть Куда этот заряд идет Как он идет Как он будет координировать с другими зарядами Шутить с этими всеми вещами нельзя Что происходит опять Кто Должен говорить о диаграммах Или учить Важно знать Вот этот лыноч Откуда человек получил информацию Кто он такой Если это человек мастер Тогда ему можно доверять И тогда это будет Работать Если это какой-то шарлатан Прочитавший пару книжечек Так сказать Да То дело худо Медитация Даусская медитация Алхимия Я даже называю это Больше визуализацию Человек должен вести себя Вот в это другое измерение Это выглядит несколько Может быть мистически Но вот так вот это делается Прошлый раз мы делали Можешь нам сказать Как мы делали Расскажите На свечу Жидкие перестали В виде жидкого света Свет будет начать Свет будет у нас И ты представляешь Как этот свет заполняет все И в этот момент Слышишь изнутри Оно выталкивается Как будто на поверхности В виде какого-то коры Но у кого-то чего Оно опадает вниз И в процессе того Как оно нападает Оно шагается Отлично Молодец какая Очень хорошо Значит что Вот это Это очень практическая медитация И так как Теперь она передана Из уста в уст Так сказать Вы можете делать В даосской медитации Надо сидеть Не скрещивая ног Ноги Они должны быть вот так Вот это большая разница Потому что Почему не скрещивать Потому что Мы все хватаем Какие-то корни Идеи корней Ноги Это корень Даосские люди Монахи Всегда медицировали На маленьких подставках Таких сидя Может быть даже Видели картинки Такие Почему Потому что корень Мне спрашивают Почему корни То есть Почему Вот когда у нас Нарушен Наш вестибулярный аппарат У нас нарушен корень Каким-то образом Нарушена Среди мистической идеи Корня Цигун в чем велик Что он наоборот Делает корень И мы берем Энергию Ци Отсюда Выходящая через Вот видите овец термины Через голову Выходит туда Идет сюда Потом проходит обратно И вот так Ну и своего рода Сэндвич такой Между цей В общем все дело Поэтому сидеть надо Так сказать С ногами Которые совершенно Вот упертые Чувствовать Как этот корень Даже идет Хорошо Два корня Там какие-то есть Спина Ложай прямая Можно облокотиться Облокотиться На стул Что я всегда рекомендую Вот Даже можно вот так Облокотиться Чтобы удобно Главное чтобы было удобно Вот Но чтобы всегда была Такая арка Вот здесь Это обязательно арка Если нет арка То цепь просто застрянет Где-то там После этого Мы зажим свечку Вы смотрите на свечку А его Здесь такой Живительный Это очень практичная Амитационная вещь Вы будете чувствовать Иногда люди потеют От этого Так сказать Вот Иногда они холодеют От этого Два станем может быть И вы будете чувствовать Сок цемента Такой Это хорошо Оба хорошо То есть как будто Корень врос А с другой стороны Может быть как пушинка Своего рода Если вы почувствуете Жар какой-то Если вы почувствуете Какое-то Учим Вот Под уделением Можно сказать Или что-то Жар будем говорить Значит что-то срабатывает Это такое Интересное Маленькое доказательство Что вот эти Какая-то визуализация Работает на вот этой Химической кухне Так сказать Как я говорю Что-то тут происходит Вот От свечки Включим музыку Чтобы легче Чего расслабиться Значит Для начала Давайте расслабим тело Ну как Слева Слевой Так сказать Слевой ступы Оно идет вверх Это все может быть Сложно Опять Но это по-простому Значит Как спрошу Расслабить тело Напрягите мышцу А потом расслабьте Потому что если вы не уверены Что расслаблено Напрягите сперва Все идет от опоза Сперва Напрячь Потом расслабить Напрячь Расслабить Если не уверены Что тело расслаблено Напрягите мышцу Напрягите это А потом расслабьте Все Все медитационные техники Идут только из расслабленного тела Если тело что-то не расслабленное Даже визуализации не будет Вы не сможете сделать картинку Визуализация Это картинка Когда вы подводите себя Вот к этому другому измерению Вот что происходит хорошо значит расслабили тело она расслаблена после этого можете смотреть на свечку это живительный желтый огонь вы вдыхаете сюда он заполняет вас например и увидите как вот вся ваша все ваши страхи усталости проблемы депрессии выходят в виде каких таких червяков из тела сжигайте немедленно это воображение она опадает как кора сожгите или сжигаете очень часто видите фигуры богов в пламени знаете как сидят буддистские тоже вот это то самое это одна из основных медитационных дел я любопытство ради себя спрашиваю что мне по-человечески кто-то на нормальном языке английском русском китайском не знаю объяснили мне а что это за пламя и тут начинаются какие-то историки у них это историк нет в этом медитационная поза просто буддисты работают с цик которой они получили уже поэтому скрещены ноги и она вращается внутри мы даосы все время берем мы активно воруем эту цель вот что мы делаем да да воровать прекрасно главное чтобы не быть коем вот это очень даоский принцип поэтому по телу покровительный ходи и состав свечку вот можно есть несколько вариантов ян можно давай еще один вариант какой можно представить после как глаза закрыты если что-то вот не выдавливается чего-то а что-то остается ощущение комфортности представьте себе что-то вдохнули его и создали себе какой-то диск желтый с этого желтого диска идет тот самый золотой дождь который омывает вас и вымывает вот эту все вот это это грязь обычно коричневато темноватого цвета такая и сжечь ее когда в моменту вы чувствуете несколько состояний это и становится как перышко легкая и становится как цемент и становится жарко обычно жарко и озноб может быть усердно но что-то изменится обязательно вы это прочувствуете вот потому что это очень сильными такомизационная техника и вот все это вот все 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 эти вы почувствуя как будто поспали 10 часов по идее через вот это вы можете делать сами есть еще там облака проходящие как простыня который проходит через ваше тело очищает вас это в принципе то что еще говорит это это популярные очистительные простые четкие медицинные техники я верю где слышали о них или что-то они они не сложные вот можно опять же после того как вы себя очистили предположим представьте сейчас вот вы вылетели из свое тело вот сюда вот через через крышу и полетели вы прилетите какой-то горе или горам в этих горах будет вход войдете в этот в эту в эту пещеру и там будете вот эти кристаллы какие-то знаете как вот этот нью-эйчного еще и все на кристаллах помешаны пускай дано никто четко не объясняет с ними дело дело с ним очень простые вещи вышло скорее всего это из тех шинанских практик берете свою головку а так вот кладете сюда и увидите свои грязнющие кристаллы у себя в голове не мозги а куча грязных темных кристаллов положить их на полку не убрасывать их они очистятся потом возьмите чистые кристаллы пристала можете огромному разное может быть масса маленьких кристаллов может один огромный кристалл больше головы ну вот как-то его на туда всунуть закройте после этого голову и можете улетать обратно теперь так advanced техник уже более так сказать когда в пещере скорее всего кто-то будет там будет какой-то дух который может как-то иногда у сидит со львом иногда так сказать с очень злобным псом вот иногда выглядит нехорошо и тогда вы можете сказать сказать что ты здесь делаешь его даже сказать повторить эту форму ведь ци моего мастера я здесь по праву вот такая форма очень позапомнил ци моего мастера я здесь и можете заменить их тогда можешь вас куда-то пригласить например видите вообще дауски монахи амитра не искать мели гутангаря по-моему английски у них все это славно они сидели развлекаются очень хорошо медицировали они путешествовали без всякого кокаина без все хотя иногда нам пользовались опиум иногда вот то есть медиационные вот эти техники они могут идти часами просто если есть эти часы они могут действительно четыре пять шесть часов вы знаменитые города знаменитые города когда мастер рисует схематический город и ученики входят туда и выйдете в город в там женитесь выходите замуж заводите детей много детей у вас там друзья знакомы вы там пьете водку там вся жизнь происходит это очень интересная штука фантастическая вещь и можно проводить часы часы но это очень опять повторяю шестой раз опасное дело потому что можно заразиться болезнью ци называется такая не за сушу да наверное слышали да если такая болезнь ци вот болезнь ци когда короче может слегка сдвинуться да и вот не надо этого делать короче что мы сейчас сделаем сделал такие простые вещи но опять если что-то вас испугает внутри кто-то опять даже сказать ведь ци моего мастера я здесь ци 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 я перевожу ци 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 моего мастера я здесь помимо расслабление физического надо еще успокоить мозг так сказать успокоить мозг если к приходит мысли всякие суетные прочее наскать потом потом это как тот самый кувшин которую которую дырка вот что-то входит мы мысль постоянно приходит и в основном ничего хорошего не приходит в голову поэтому тускайка приходит во время витационных вещей так сказать надо быть потом потом я что должен повторить что-то сейчас скажите мне даже свечкой держать и хорошо сейчас я зазгушь свечку потом я нарисую здесь диаграмму который очистит это место которое поможет вам расслабиться и выкинуть отсюда всякую нечистку сказать небольшое вот процессе хорошо да хорошо вот вот свечка хорошо начинаем расслабление с левой стопы идет по всему телу опять как понять что тело расслаблено напрячь мышцу потом и расслабить после этого смотреть на свечку взять живительный это желтый желтый золотой живительный луч света направить его в свое тело и вы будете медленно и как заполняет это тело к желтый свет заполняет тело начинает ваша усталость и депрессия расстройство все это вместе болезни начинающие средние какие-то любые они начинают выходить из этого тела как какая-то темная такая грязь как темные нитки червяки ушат слишком графически но может быть даже так и вы должны сжечь это обязательно жечь это может быть кора какая-то которую надо отодрать это может быть просто что что то которые будут падать вот просто-напросто на землю обязательно надо сжечь это будет 1 милиционная техника да все все и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Конечно, это лучше в спокойной обстановке В этом идее храма Защищенная территория Защищенная богами, духами Это немножко сложно Моя идея сейчас просто рассказать о технике Показать ее Вы можете делать ее сейчас дома Поставьте свечку, поставьте какую-то музыку И когда вы в одиночестве, и когда вы в тишине Все это может быть намного проще Вот Мне было очень странно Сначала был горячий поток И я думала, о, как сейчас хорошо будет с телом Потом с телом ничего сделать не удалось Но мысли Очень много удалось пожечь То есть не было ситуации Они прям горели А зато теперь мог бы дышать Вот после всего У меня просто остановили после прибыли Я не могла отдохнуть, чтобы не закашляться А вот, да С телом как бы так ничего и не происходило А только ситуация горела Ну мысли же, как мы знаем Мысли это страх Значит, если сожгли немножко свой страх Уже хорошо Мысли же это страх Как мы вчера выясняли все это очень долго Мысли приносят страх и анксайти То есть волнение, нервозность, все что угодно Но ничего, что какие-то жизненные ситуации сгорели? Нет, ничего Можно даже людей сжечь, кстати Никого плохого Если кто не нравится Сожгите Да, это очень Да Нет, красным огнем Сожгите Сожгите Чтоб не мешали Мы же воители Все это война, так сказать Люди, которые мешают Их надо сжечь Очень лихо В медитациях там еще призывают духов Они, так сказать, их расчленивают Они кидают их в костры Так что Можете все что угодно сделать с человечками Посмотрите, что будет Работает Попробуйте вдохнуть один раз, например Или два-три раза вот этот желтый цвет Желтый хилитный, так сказать, цвет Потом закрыть глаза И просто уже вы уже видите эту линию Закройте глаза, надо закрыть глаза Потому что глаза открыли, это внимание Оно рассеивается Есть медитация с открытыми глазами Но это намного сложнее Я даже не трогаю То же самое расслабление Вылетайте отсюда Оставьте это тело несчастное на время Вот Лететь, ничего страшного не будет Маленькая линия, невидимая линия Всегда вас будет соединять с телом, так сказать Что-то испугаетесь, что-то не то Открываете глаза и вы окажете здесь Вот Если там опять что-то будут какие-то проблемы Вы должны, так сказать, сказать, духу Сын моего мастера здесь Все будет ничего Вот Летите туда наверх Увидите гору В этой горе увидите пещеру Идите в пещеру Там на полах отжат кристаллы Вот Всякие такие тухлые кристаллы не берите Берите, блестящие, хорошие Кто-то вошел и положил Вот Положите свои туда Потом вложите И это будет опять После этого вы будете себя чувствовать намного лучше Это опять Самая главная физическая манифестация Вот этих медиационных техник Вот Даже на любом уровне, который вы делаете Кто-то чувствует, чувствует, вы будете их почувствовать Чем больше вы будете чувствовать их Но очень важно почувствовать хоть чуть-чуть, хоть что-то В общем-то с самого начала Когда почувствовать хоть что-то, хоть где-то как-то Тогда уже это будет пойдет Но опять я повторяю Даже простая медиационная техника, она сложна Это надо расслабиться Это нужна атмосфера для этого Возможно, вы сейчас устали от всех этих разговоров Поэтому, когда в своей атмосфере комнаты, своего дома Это можно делать намного спокойнее Вот Ну что, давайте Вы увидите, вы летите в горы В горах вы увидите В горы ищите пещеру Вы найдете эту пещеру Она может быть закрыта Открывайте дверь Не бойтесь Скорее всего дверей не будет вообще Но если будет дверь, не бойтесь открыть дверь Не бойтесь войти Не пугайтесь, если увидите там какого-то духа Страшного, ужасного и так далее Скажите, сына у мастера я здесь Вот Иногда, так сказать, он сидит на цепи с огромным, так сказать, свирепым барсом Так что это ничего, не пугайте этого А кресталы, они где-то лежат или нет? Полочки Вот такие полочки есть На полочках лежат креста, а вы их увидите А что происходит с теми кресталами, которые человек там оставляет? Они просто очищаются потом и все А надо за ними возвращаться? А, нет, нет Надо поменять Это же, как мы вчера говорили, ориентованные дела Да Алекс, а остров и пещера на острове? Или в данном случае просто пещера в горах? Потому что я делаю не так все сложно Можно все Главное, чтобы были горы Должны быть горы Остров лучше, но если Если нет острова, хорошо Пусть будут горы Главное, что ваша визуализация привела Это мостик То, что вы себе Это ваше воображение Это мостик вот туда А там уже, когда мостик прошел Вы уже будете там Главное, вы должны построить Вот свою визуализацию Этот мостик А потом уже это все появится Конечно, остров, горы Должны быть горы Это, так сказать, западные горы Я обладаю, так сказать, Куанлинион опять Пытаюсь избежать Я богиня западных гор Там происходит все чуть-чуть запад Вот Ну что, начнем? Начнем Да Что означает, если Очень сильно тянет обратно Невозможно практически двигаться вперед Значит, надо практиковаться Просто еще надо практиковаться Это надо Вы выйдете Выход из тела Это в принципе Нет, без проблем А вот там уже тяну Жутко брать А вот Открывать глаза А если вдруг неожиданно Какой-то образ Летишь И все тоже хорошо И все видишь И вдруг неожиданно Прям вот Очень близко Допустим Вот у меня глаз Появился У меня вообще все сбежит Все мое Концент Это все страшно Нет Это точно Все странная речь Понимаете Все дело в том Как расслабить тело Если оно расслаблено И вы летаете Все равно Вот эта ниточка Серебряная ниточка Она остается Она может вырасти В коридор Например, когда посещается Лис Эта ниточка превращается В такой Зеркальный коридор Зеркальный коридор Ведет В измерение Лис Предположим Когда Все равно Он есть Вы не останетесь Ни там Ни здесь Если тянет туда Можно остаться там Если тянется Вернуться сюда Это все Если что Совсем напуганно Страшно Открыть глаза И вернуться Вы можете часами Проводить время там Это действительно Может быть как опиум Почему называется Болезнь Ци Это можно Проводить вообще Время Героины Не нужно Можно действительно А имя Одинаковое? Нет Совершенно разное Совершенно разное Десять минут Здесь Может быть три года Там И наоборот И наоборот Кристалл я получила Девяносто шесть Кристалл я получила Девяносто шесть Я забыла Я забыла Как он называется Такое серо-голубого цвета Я его очень люблю И тут оказалось Что он мне в голове И он оказался Не очень чистым И когда голубка Долетела с большим трудом С этим камнем До пещеры Там было так темно Она не могла Никак туда Войти И тогда Я попросила Кому-нибудь Помочь И появились Вы Зажгли факин Вошли в эту пещеру А я Как-то так Робко У входа Вот в виде Этой голубки И я думала Что вы Мне в общем-то Мне хотелось Чтобы вы Сняли с полки Такой же точно Камень Только чистый И вы мне даете Такой кристалл И говорите Девяносто шесть граней А я говорю Может сто восемь Я не знаю даже почему А нет Девяносто шесть И положили Опять Такую же сеточку У голубки Понесла Полетела мне назад С этим Совершенно чистый Прозрачный Такой вот Кристалл Девяносто шесть граней Ну здорово Чувствую себя Намного лучше Конечно Мне так очень нравится Ну вот Спасибо 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 Я боялась войти Я именно произнесла Дух моего мастера Да Дух моего мастера Да Вот я все отказывала Дух моего мастера И тут появились тогда Но я так и не смогла сама Вот голубка Она не смогла зайти Даже Очень освященную Значит Не надо бы ее сходить Не надо бы ее туда сходить Какой славный малый Какой славный малый Да Спасибо Ну как Чего там Было В печей Да Очень было У меня там не было Надеюсь Не было У меня была Лисичка Значит В прошлый раз Я ее видела Но она была в стороне И смотрела со стороны И А этот раз Никого не было сначала Потом она Неожиданно Очень стремительно Перетекла Такая текучая Очень Текла И приласкалась Там Текла Так Вокруг Мне тоже Села Я выбрала Все Что было Когда видите Лисичку Уважительно На вы Лисички Скажите У вас есть какой-то совет Для меня Вот так вот всегда Она вас спрашивает У лисичек Всегда У духов То же самое Это очень Очень хорошо Это хорошая Вежливая форма Так сказать Спросить Поклянчить Можно Поклянчить Можно Да Да У вас есть совет Для меня Могу ли я спросить У вас совет Для меня И там уже Как-то что-то видно Будет Саша Тань Что-нибудь было интересное? Да? Не хочешь говорить? Я не знаю Как это расценивать Такая фантазия Это была Очень важная Вся пещера Представлялась В рот Такой Как друнзов Она целиком была Такой Из розоватых Таких Серебристых Очень красивых Кристаллов И я Тогда на них Расскала Я посталась На этих Кристаллов Они все спускали Такие лучи И спустят меня Как ходили И вот Мне надо было Очень хорошо Лежать Вот Ну и потом И дальше В таком Крище Там Кристаллов Очень здорово Все Что каким-то образом Немножко очищает Облегчает Да Какой-то такой Своего рода Брейк Это очень здорово Вся прелесть Вот этих Медитационных Медитаций И алхимических Медитаций В том Что случается Вещь непредсказуемая Вы не можете запланировать Это не то Что вы не можете Вообразить Это так сказать Небольшое доказательство Для вас самих Что вот Что это действительно происходит Происходят неожиданные вещи Которые вы не можете запланировать Не то что я планирую Я лечу Я это Да идея такая Я иду в пещеру Мне нужна пещера Предпочтительно на острове Нет острова Хорошо в горах В горах западных гор Где куалини облетают Хорошо Да У меня наверное Все было неправильно Я сначала нацелилась На остров и гору Потом чуть не угодила В кратер вулкан Потом я сразу оказалась Ну в карах Это кара Девушка дисциплинированная Но там была не пещера Там был какой-то Явно старый Старый храм Ну пещерный Да Но это был храм Может быть это вот Потому что говорили Об этих вот Каких-то из военников Пыльных в нишах Да Они там все стояли Какие-то разные Я тут такая Кристалл Кристалл Где полк-то С кристаллами Смотрю Вообще Много нет Есть такая какая-то Явно ювелирного происхождения Бриллиантовая диадема Красивая такая какая-то Не знаю Спёрли Вот Значит я думаю так Значит надо меняться Да Пытаюсь Вытащить что-то из головы Не вытаскивается Говорила Не знаю кого Я спрашиваю Можно я это подошу И вроде какое-то вот Разрешение что можно Я сначала померю Померила Хорошо Тут как-то вот Просветление такое Я думаю вижу Драгоценности перейти с храмы нехорошо Я ее сняла и положила И потом Чувствую в общем Все назад вернула Без мрага Темнота В общем я ее теперь ношу Ну значит спёрли Я могу сказать что все неправильно Маски достать не удалось Да Вместо кристалла какая-то Диадема Сперемировалась Чувствую Своего рода Своего рода Такое-то очищение тоже Вот Если чувствовать себя хорошо После этого Диаграмму Которую я здесь сделала Она действительно очистилась здесь Поэтому Не надо бояться Что там произойдет у вас Опять же Если что-то Вы всегда Можете сказать формулу Сына его мастера Я здесь Это такая формула Поэтому так сказать Духи будут дружелюбны Да Они еще пролетают У них все свои дела Но как-то Некоторые застревают Некоторые нечего делать Обычно так сказать Да И могут просто общнуться Где-то как-то И тогда Можете просто поболтать Поговорить Главное Конечно все равно Это все будет у вас Непредсказуемо В общем все дело Это не то что запланированное Я там пойду сюда Я увижу то Я увижу все Да Вы только Вы должны сделать этот мостик Мостик который приведет у вас например Это вот город Мостик который Или остров После этого все Пойдет своим собственным курсом Все пойдет Какими-то своими собственными Вариациями И Вот эта непредсказуемость Вот этих медитационных явлений Отстает Прелесть ее В общем Да Они Они относительно Безопасные Вот Есть остальные Опасные Которые я пока давать не буду Ну вот это Самые такие Простые вещи Которые Которые можно делать Можно делать спокойно Вещи Которые опять же Переданы вам Так сказать Из усуста Так сказать Мастера То есть это хорошо Вот Да Пожалуйста Диаграмма Очищения После Должна быть Разорвана Вот она Вот Эту диаграмму Признает любой Так сказать Дауский алхимик Потому что Здесь во всем элементы Элементы Вот Узнаешь Немножко Чего Марин Примерного Знакомое Что-то Ну я Посчитала Количество Вот так вот И надуть никого нельзя Всегда найдется эксперт Какой-то Который Тебя 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 И поймает А вот Обжигающий Упражнение Можно делать Каждый день Два-три раза Чего не случится Да Потому что мы Постоянно загрязняемся И постоянно Вот Чем больше вы будете работать Тем более Как будет Выходить 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 И будете Натаскиваться Вы Более сложное упражнение Попытайтесь Делать У каждого есть Свой замок Например Сейчас вы вылетите оттуда Опять же Ну хорошо Я вам даю выбор Замок Можете сделать Свой замок Например А можете посетить Знаменитый Бон Полтовской То есть Вы можете вылететь отсюда Летите туда же в горы И вы видите Такую Веревку По этой веревке Вы бодро Карабкаетесь Куда не то Вот И будет вот такая площадка Вы спрыньте на эту площадку Там вас будет Кто-то ждать Например И там будет целое приключение Это одна вещь Ну давайте сделаем Замка Опять вылетайте Оставьте тело Расслабьтесь Вылетите И прилетите В какой-то замок У вас будет У каждого человека есть Какой-то замок Что значит замок Аллегорический Иногда его будут осаждать враги Иногда он будет пустой Иногда у вас будут ленивые солдаты Там которые не охраняют Вы должны навести там порядок Вы должны поставить охрану Замок должен быть чистый Аккуратный Там не должно быть дырок И вот этот аллегорический замок Покажет вам что вы есть Если везде какой-то разброс Дырки Так сказать Если вас охлаждает армия какая-то И вы не сможете с ним бороться Худо Значит вот что-то у вас такое И все относительно Относительно Совсем в порядке не будет Чистенький Игрушный замок Такого не бывает Если такой выйдет Я просто сниму шляпу И скажу Вы уже достигли великого удара Вот И вот этот аллегорический замок Вот в нем будут происходить Всякие разные вещи Давайте посмотрим Навестите свой замок Посмотрите какой у вас будет замок Да Конечно можете прийти Черт знает куда вместо замка Есть такие у нас люди Это ничего Это не страшно Но это что же Это еще один так сказать эксперимент Ну что Свет Еще не было Еще не было Еще не было Тренироваться надо Спасибо У меня получилось Перемираться Да Мне кажется Минский пропуск был искусственным Такая шенировка А тут было Ощущения есть Но только вот С вашей помощью То есть В городе были вы И вот как Ну Как провожали Спроглашали Один калипс Ну главное Что помог И труда И потом трудно было Вернуться сюда Когда В течении Течении Надо оставаться Пора Пора Вот Это так сказать Аллегорически Будет вам показывать Что вообще творится В вашем замке Что это ваш замок А что это ваш замок Это символ чего Замок символ вас Если там Чисто Если там Как-то Что-то Значит Все в порядке Если у вас замок Осажден Вы должны бороться Значит Кто-то вам что-то желает Ведь мы все живем в мире Где нам кто-то Что-то чего-то плохого желает Хороших нам редко Кто-то желает Исходя из ладзы Вот Значит Это осада замка Если там какие-то В стенах Или в вашей квартире Или замке Какие-то дырки Проруби Знаешь что-то в вашей жизни Какие-то дырки Проруби Золотать надо Вот То есть это какой-то Образом идентифицирует Что происходит у вас с вами С вашей жизнью А если он трансформируется Трансформируется? Да Ничего страшного Да Ничего страшного Да В разных ракурсах Ничего страшного Трансформируется Ничего страшного А если не жилой замок Что же это тогда? Может быть и не жилой Главное Что все было как-то Понимаете Он вам даст понять Что у вас не то Очень все делается А если вообще не замок Мой замок не жилой Они вот как монастырь Но он там вот Замок не жилой Ну почему в монастырь Значит вы живете в этом монастыре Иначе в вашем монастыре Жить какой-то порядок Идея такая Да Воля А я хотела вот как раз Приллюстрировать слова Что замок даст понять Что взял не так Мой замок был в лесистой очень местности Исключительно красивый Как он близко поступал лес И у меня немножко Вот такой красивый въезд в замок Но внутри замка не было вообще ничего То есть это некая крепость практически И в центре этой крепости Была такая заросшая Очень красивая лужайка Ну так потом у дальних дворцов Ничего Никаких развлечений Никак Что же делать с лужайкой Она вроде бы хороша Но в общем-то заросла уже совсем Вот Я там пробежалась Как-то мы это опускаем И я тут Поняла Что в моем замке Так гостеприимно распахнутые ворота Вот так вот Какой-то даже некий язык Как выходит тут местность Я поняла Что наверное Вы вспомнила Ваше мысль о том Что нужно же это крепление Нужно некоторому дому Я закрыла эти ворота Двоем И вот и после этого Я хотел сказать Я уже обернулась Посмотрела на полярку Я поняла Что нужно там сделать То есть Вот на этой Хоть и симпатичной Но как будто бы Никчемной полярке Я поняла, что в центре Должна быть некая композиция Я уже потом ее устроила То есть Когда я укрепила замок Я поняла Что сюда не хватало А так не ходила Думала Как же там Тропинки топтала Что же Я поняла, что что-то не хватает Но вот нужно было закрыть И то будешь Правильно, значит Замок не должен быть открыт Значит показывается Что слишком открытый замок Слишком легко войти А если легко войти в замок Может быть очень много вреда Ваш замок не должен Вы должны сами открывать Так сказать двери И для людей Для которых Для духов Которые Так сказать Добро пожаловать Они двери не должны быть Какой распахнутая Всяко ходит Такое предупреждение небольшое А вы куда попали на сей раз? У меня Была такая идея Попала высоко в город Мой замок стоял Я как реставратор могу сказать Что это Мы полностью аварийное состояние Потому что Ни на чем На такой вот Игле Оставшийся От скал Все остальное Просто рухнуло вокруг И сам он был совершенно То есть Ну Опять таки Как реставратор могу сказать Такие вещи реставрации Не подлежат И еще так Надо меняться Тем более Что там загрязана Какая-то музыка Поближе к морю Там какие-то чайки Я думала Все валите отсюда Ну вот Этот замок Попадает в какой-то Готический храм Ну его там я привела в порядок Конечно Насколько это было возможно Но там было слишком много места для меня Для одной Вот А потом Все закончилось В какой-то кренице Такой Деревянной И Да Мишка такой Умазан Ну так хорошо там у меня было Ну раз было хорошо Знаю что туда и надо Нет Потому что я туда догадалась Еще пригласить одного человека Потому что У меня сам учат Слишком много было места Что в замки Что в соборе И я думаю Нет Мне столько не надо Просто Я тебя не обживу Можно надо и двоих пригласить Если что А вот Нет Можно было и четверых детей Своих пригласить Нет Детей не надо А кто-то не детей Вот я уже прошу Никто никогда не денешься Они там уже есть А если ты вот Допустим Я например Увидела свой замок То есть он оказался в лесу И к нему какой-то мостик Обросшей травой Такой засохшей И шла по мостику И стала возмущаться Что мне вообще Здесь не нравится Что он здесь расположен Я такая Восмущался Говорил кошмар Тут все заросло травой Тут вообще глухома Нет ни жизни Ничего Я попросила его Перенести То есть это быстро Все произошло То есть я выбрала Даже стороны света То есть Где расположены комнаты Как падает свет И все так легко И быстро все изменилось И мне стало хорошо На его забот Нет Я там вплоть до До расположения комнат Все изменила Так это все легко Подавалось И я как для себя комфортно В этом почувствовала Что это Как это Это аллегорически Вы что-то Что-то Боретесь вот это с конфьюжен Аллегорически Вы как-то устраиваете Порядок у себя Жизнь Нет то есть я его увидела И удивилась Что это мой замок И здесь расположен Меня это размутило Если не понравилось Что-то переделали В этом так сказать Идея рекомендационная штука Сейчас переделала Значит уже переделали Все уже Поздно переделали Уже все Все это Медитация Общение с мастером Общение с духами Диаграммы Амулеты Вот эти церемонии Диаграммические Цель только одна Связать себя У свыше энергии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...